Тюмень, Казань и Краснодарский край. В этом году это наиболее популярные направления для проведения детского оздоровительного отдыха. Более 600 ребят из наших городов воспользовались такой возможностью и провели каникулы с пользой для своего здоровья. Например, 115 юных покачевцев побывали на Черноморском побережье в лагере «Энергетик». Среди них и Маргарита Анисимова. За пределы родного города девочка выезжала впервые и осталась довольна. Каждый день смены был насыщенным на события. Бассейн очень крутой был. Еда вкусная. Комнаты были красивые. Лагерь тоже был большой, красивый, интересный. Были мероприятия крутые, пеновечеринка. Мы первый раз отправляли дочь в лагерь. Сами боялись. Она боялась. Вроде как большая, но хотелось тоже от родителей отпустить. Поначалу, вот она говорит, звонила, поначалу мы не звонили. Дня три, наверное, вообще про маму с папой забыли. А потом начали уже звонить. Звонили, рассказывали, что было, что кушали, что делали. Вместо отдыха ребят доставлял комфортный поезд. Каждую группу сопровождали вожатый и медицинский работник. Ведь безопасность детей в таких путешествиях должна быть на высшем уровне. Вагоны были действительно специализированы. Был медик. Медик постоянно посещала нас. С утра приходила. Вагон кушать носили в вагон детям. Специально одноразовая посуда. То есть, ну, все было. Трехразовое питание. Питание было хорошее. Особой популярностью у детей пользуется лагерь «Алые паруса». Профсоюзная организация общества «Лукоил Западная Сибирь» сотрудничает с Тюменской здравницей более 15 лет. В этом году 450 детей нефтяников из Лангипаса, Урая, Коголыма, Покачей, Салихарда и Белоярского воспользовались возможностью поправить здоровье в Тюмени. За три недели дети получили целое море эмоций. Вернулись довольные и оздоровленные. Все хорошо. Очень понравилось. Вожаты очень добрые. Все кормили вкусно. Мероприятия были хорошие. Мне понравилось. Мне понравились спевки. Они очень интересные. Там песни были очень красивые. Мне очень понравилось. Ну, было очень комфортно, потому что ты понимаешь, что вот сейчас ты приедешь, и будут целая гора эмоций. Потому что едешь не первый раз, и знаешь, как там весело, как там интересно. Для тех, кто не смог выехать за пределы наших городов, на местах были организованы пришкольные лагеря. Более трех тысяч ребят смогли активно и интересно провести летние каникулы. Творческие мастер-классы, познавательные экскурсии, спортивные соревнования и многие другие мероприятия были организованы для подрастающего поколения. Например, в Урае каждая смена готовилась к важным отчетным концертам, таким как «Минута славы». Мы просто сложили все тренды, тикток, лайки, и просто придумали танец. Мы очень много чего замиксовали, и у нас получилось достаточно круто. И нам очень нравится. Да, да, да. Осталось только хорошо подготовиться. Ну что, вы настроены на победу? Да! Разнообразный и грамотный детский отдых перед началом осени дает силы и эмоции на весь учебный год, уверены специалисты. Ну, в первую очередь, это отдых, это свежий воздух, это после каникул, это развитие новых друзей, новых общений, также новые знания. Стоит отметить, что наши дети отдыхали не только в лагерях. Ребята ездили в гости к бабушкам и дедушкам, купались в местных озерах и речках, гуляли по городу и на игровых площадках. Каждый смог найти себе развлечение по вкусу. Вот что рассказывают коголымчане о своем летнем отдыхе. В прошлом месяце я поехал на родину и увидел своих старых знакомых. Мы с ними повеселились и искупались на речке. Потом я обратно сюда приехал, ну и пошли на пляж, прогулялись. А в этом месяце я уже работаю в Фениксе. А на родину это куда? Это Дагестан. Я ездил к бабушке на деревню, в Нижний Новгород. Потом мы поехали в Сочи отдыхать с родителями. Отдохнули хорошо. Где были в Сочи? Да ничего, просто ходили на море с родителями и все. Я в Абхазии. Там было классно, круто. С друзьями веселились, отдыхали, на море купались. С дедушкой ездил, с бабушкой, с тетей и друзьями. А что тебе понравилось в Абхазии? Вообще все, виды классные, горы, лес, море тоже очень классное. В июне уезжали как бы за границу ненадолго. Очень жарко было. В Ташкент уезжали. Там куча ягод, фруктов разных. Достаточно неплохо, мне понравилось. Здорово. Нет, просто так, на отдых. А вот сейчас в августе я работаю в Фениксе, убираю улицы. Еще порядка 700 ребят смогли подзаработать деньги на личные нужды. Старались на благо города в трудовых отрядах. Так интересно, познавательно и весело провели время дети наших городов. И следующий сезон будет не менее насыщенным, чем лето 2023 года. Елизавета Бортнова при содействии коллег. Наши города.